Зеленогорск А муниципальные советы и местная администрация Зеленогорска всячески этому способствуют, организуя многочисленные спортивные и общегородские мероприятия. Если говорить о спорте, то в городе очень хорошо развит футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол и лыжный спорт. В зимний период особым местом притяжения горожан и гостей города является горнолыжный курорт Пухталова гора. В рамках муниципальной программы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования города Зеленогорск физической культуры и массового спорта на безвозмездных условиях существует совместная программа Муниципального совета Зеленогорска и горнолыжного курорта Пухталова гора по привлечению детей к горнолыжному спорту. Один раз в две недели школьники Зеленогорска выезжают на горнолыжный курорт Пухталова гора. Там им совершенно бесплатно предоставляют спортивный инвентарь – коньки, горные лыжи, сноуборды и ватрушки. Для ребят работают подъемники, инструкторы учат новичков кататься. Более 10 лет проходит это замечательное мероприятие. Благодаря социальному партнерству с руководством Пухталовой горы мы не тратим из бюджета на это никаких средств. Склон, инвентарь, инструктора – все это совершенно бесплатно для жителей города Зеленогорска, в частности для деток, которые приехали сегодня кататься. Ежегодно в городе проходит множество спортивных мероприятий и соревнований по футболу, мини-футболу и волейболу. По инициативе Муниципального совета города и местной администрации уже третий год подряд проходит фестиваль спортивных игр – соревнования среди школьников и жителей Зеленогорска по футболу, волейболу и баскетболу. Главным инициатором и идейным вдохновителем данного мероприятия является депутат Муниципального совета Зеленогорска Вячеслав Клепиков. В канун 2017 года в школе номер 611 прошел фестиваль ГТО, организованный Муниципальным советом и местной администрацией Зеленогорска. Школьники 2-х, 3-х и 4-х классов попробовали себя в челночном беге, подтягивании, отжимании и прошли тест на гибкость. Фестиваль прошел весело и задорно. Ребята выкладывались по полной и показали отличные результаты. По инициативе Муниципального совета и местной администрации школьники города Зеленогорска бесплатно посещали бассейны-санаториев Северная Ривьера и Балтийский берег. Кроме того, в бассейне Северной Ривьеры тренируются спортсмены комплексного центра социального обслуживания населения по программе адаптивной физкультуры для людей с ограниченными возможностями. А в канун Нового года в лицее номер 445 с участием жителей города Зеленогорска прошли два предновогодних турнира по волейболу и баскетболу, организованные Муниципальным советом и местной администрацией города. В конце 2016 года при поддержке Муниципального совета и местной администрации в рамках фестиваля спортивных игр был проведен целый ряд спортивных мероприятий. Для самых маленьких в 611 школе было проведено мероприятие, на котором детки сдавали нормы ГТО. Точнее учились их сдавать, чтобы в марте или в апреле без страха и боязни по-настоящему сдать нормы и получить золотые и серебряные значки. Для более старших два дня подряд проводился турнир по волейболу и баскетболу. Мне очень приятно, что на эти соревнования люди приходили целыми семьями, чтобы показать красоту спорта и привить подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни. Еще хочется отметить, что такие же турниры прошли в 2017 году в честь Дня города Зеленогорска и Дня физкультурника в России. В летний период основная спортивная жизнь Зеленогорска переносится на открытые стадионы и площадки. Регулярно проходят спортивные мероприятия в жилом городке Красавица и поселке Решетниково. Ну и, конечно же, в самом Зеленогорске. В честь Дня Победы 2 мая на спортивной площадке лицея номер 445 состоялась церемония награждения победителей и призеров фестиваля спортивных игр, в данном случае это был турнир по футболу, на Кубок муниципального образования города Зеленогорска. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые коллеги, преподаватели. Сегодня мы подводим итоги соревнований по мини-футболу в младшей и средневозрастных группах в рамках фестиваля спортивных игр города Зеленогорска. Во-первых, разрешите поздравить вас с тем, что фестиваль состоялся. Приходилось играть при очень плохих условиях, но есть спортивный принцип футбольный, что матч состоится при любой погоде. И действительно, ребята показали выдержку, мужество, характер, настоящие спортсмены, настоящие бойцы. Фестиваль мы проводим не первый год. На этот раз у нас участвовало три команды в младшем возрасте и две команды в старшем возрасте. Всего у нас было проведено восемь игр в целом. И по итогам этих игр у нас были выявлены победители. В младшей возрастной группе победила команда 450-й школы, в старшей лицеи номер 445. Младший возраст, 5-6 класс, но еще и начальная школа участвовала. Причем начальная школа заняла второе место в этих соревнованиях. И старший возраст, это 7-8 класс. В начальной школе Заригин Александр великолепно провел турнир, забил пять мячей, отдал пять голевых передач. По этому показателю он лучший в соревнованиях. 23 июня в Зеленогорском парке в рамках объявленного в системе МЧС России года гражданской обороны прошел игровой квест «Без паники, ты обязательно справишься», посвященный 85-летней годовщине со дня образования гражданской обороны в нашей стране. В квесте приняли участие ребята в возрасте от 11 до 14 лет. Хоть игра и носила соревновательный и спортивный характер, главной задачей было обучение детей правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях, которые могли бы случиться при нарушении правил пожарной безопасности, правил дорожного движения, при нарушении правил поведения на водных объектах. В завершении квеста прибывшие на мероприятие огнеборцы 32-й пожарной спасательной части продемонстрировали ребятам свое профессиональное мастерство при тушении пожара, а также провели показательные занятия с применением современных аварийно-спасательных инструментов и оборудования. За активное участие в праздничном мероприятии всех ребят наградили призами, подарками и памятными сувенирами, а также билетами на посещение аттракционов Зеленогорского парка, а победителям вручили настольные игры, грамоты и кубки. Мероприятие было организовано при активной поддержке Муниципального совета Зеленогорска и местной администрации. Согласно уставу города Зеленогорска, одним из вопросов местного значения является обучение неработающего населения способом защиты в чрезвычайных ситуациях. Сегодня Муниципальный совет города совместно с местной администрацией и МЧС проводят замечательные мероприятия, которые позволят ребятам в простой игровой форме получить те самые необходимые знания и навыки, которые помогут им не растеряться в непростой ситуации, а может быть кому-то спасут жизнь. 22 июля состоялся турнир по мини-футболу в честь Дня города Зеленогорска. Местная администрация и Муниципальный совет города Зеленогорска уделяют большое внимание развитию физической культуры и спорта в нашем городе. Приведу конкретные примеры, чтобы не быть голословным. Это уже в течение 15 лет дети, школьники Зеленогорска бесплатно посещают два бассейна – санаторий Северная Ривера и Балтийский берег, за что мы благодарим руководителей этих организаций. Кроме того, у нас систематически проводятся фестивали спортивных игр в течение года. Это баскетбол, волейбол между школьниками Зеленогорска, естественно, и футбол, мини-футбол, который проходит весной на наших прекрасных полях. Сегодня у нас участвует шесть команд в этом турнире. Призеры получают медали. Медали у нас именные. Тут написано, за что, когда получена данная медаль. Ну а за первое место команда, ставшая победителем, получает кубок, медали и призы. Также в этот день по инициативе Муниципального совета и местной администрации Зеленогорска состоялся замечательный шахматный праздник. В уютном танцевальном павильоне парка встретились юные шахматисты со всего Санкт-Петербурга и дальнего зарубежья. Это были первые столь значительные детские шахматные соревнования в истории современного Зеленогорска. Почти 40 человек вступили в единоборство, сыграв шесть турниров по швейцарской системе. Играют по-разному, потому что маленьким детям очень сложно все время удерживать концентрацию в течение всей партии. Поэтому у них бывают ужасные промахи. Но, в общем, это неизбежно в процессе творческого роста. И чем больше ребенок играет и тем раньше он начал играть, тем проще ему в конечном итоге быть играть с мейстером. В течение четырех часов шли самые настоящие сражения. Тут было все – и радость победы, и горечь поражения, смех и слезы, взлеты и неудачи, надежды и разочарования. Надеемся, что такой турнир станет ежегодной традицией. Подобные мероприятия, инициаторами которых является Муниципальный совет города и местная администрация, не остаются незамеченными среди горожан. Все больше и больше жителей города выбирают спорт и здоровый образ жизни. Субтитры создавал DimaTorzok